Всем доброе утро. Меня зовут Алексей. Я представляю компанию HTML Академия. И сегодня мы с вами поговорим об автоматизации процессов обучения. О том, какие процессы мы автоматизируем у нас в Академии, какие инструменты и сервисы мы для этого используем, и что планируем автоматизировать в будущем. Для начала пару слов о том, что такое HTML Академия. Друзья, пожалуйста, поднимите руку тех, кто хотя бы что-то слышал, заходил на сайт, может быть, проходил курсы, участвовал в интенсивах. Ну, хорошо. Для тех, кто не знает, пару слов о нас. Мы занимаемся онлайн-обучением, готовим фронтендеров для работы в студиях, для работы на фрилансе, начиная от новичков и заканчивая уже такими хорошими квалифицированными специалистами, которые готовы выйти на рынок и полноценно работать. На текущий момент у нас в Академии более 140 тысяч пользователей. Выполнено онлайн-курсов уже более 11 миллионов. При этом весь этот процесс обслуживает всего 13 сотрудников, что забавно для менеджерской секции у нас нет ни одного менеджера. Помимо этого, нам помогают более сотни наставников. О том, кто такие наставники, я расскажу чуть позже. Итак, что же такое интерактивные онлайн-курсы? То есть, в принципе, у нас процесс обучения состоит из двух частей. Это курсы, которые можно пройти напрямую на сайте, и интенсивные курсы. Интерактивные онлайн-курсы представляют своего рода вот такие задания, где с одной стороны студент вводит код, с другой видит сразу же результат выполнения этого кода. Каждое задание имеет определенную теоретическую базу, теоретическую часть и набор целей, которые нужно выполнить. Все задания постепенно нарастают по сложности, и есть в рамках этих заданий еще такой тип, как испытания, когда суть задания сводится к тому, чтобы сверстать, как на картинке. Причем в данном случае мы не требуем стопроцентного выполнения задания. Достаточно порядка 90% и задание уже зачтется. Но, как показывает практика, среди фронтендеров очень много перфекционистов. И вот один из таких любимых наших примеров, который мы постоянно вспоминаем, одна девочка проснулась ночью в районе 4 часов ночи и приснилось решение задания, она быстро побежала открывать компьютер, печатать код и добиваться своих 100%. Интенсивные онлайн-курсы. Это такой учебный процесс, который проходит в течение полутора месяцев примерно. И у нас в данный момент есть следующее направление этих интенсивных курсов. Это базовый HTML и CSS, который подготавливает и знакомит, в принципе, с основами HTML и CSS. Он предназначен в первую очередь для новичков и для тех, кто хочет систематизировать свои знания именно по основам HTML и CSS. Продвинутый HTML и CSS предназначен уже больше для того, чтобы узнать, что такое, какие инструменты может использовать современный фронтендер, как может автоматизировать свою работу, о том, как готовить адаптивные сайты и мобильную верстку. И базовый JavaScript, он тоже, в принципе, он предназначен для тех, кто уже знакомый, имеет какие-то навыки именно в HTML, помогает тоже систематизировать свои знания по базовому JavaScript, по JavaScript. И для тех, кто хочет, в принципе, узнать, что это такое, подробно. Как и большинство оффлайн-курсов, наши онлайн-курсы содержат разные варианты заданий, теоретических материалов. В первую очередь это живые вебинары, которые можно потом посмотреть в записи. Это огромное количество практических упражнений, дополнительные материалы в виде демонстрационных схем, упражнений и всевозможные скринкасты. Особенностью является работа с персональным наставником. Это персональный наставник, кто он вообще такой? Это квалифицированный специалист, опытный, который уже не первый год находится в сфере, в сфере фронтенда, в сфере веб-разработки, готов и хочет делиться своими знаниями. Каждый наставник обычно берет себе порядка трех-четырех студентов и работает с ними удаленно. Связываются через скайп, общаются, он разбирает код студента, находит конкретно его ошибки, показывает лучшие приемы и best practices. Естественно, в рамках обучения нужно каким-то образом подводить итоги и оценивать работу студента. Для этого мы ввели выпускные квалификационные работы и сертификацию. В процессе обучения наш студент проходит все те же самые этапы, что и в рамках реального рабочего процесса. То есть получая макет, начинается с разметки, подготовка графики из фотошопа, построение сеток, какие-то оформления декоративных элементов и контента. То есть все те самые процессы, которые в реальной жизни можно встретить в любой веб-студии. Но мы хотели максимально приблизить еще больше наш процесс обучения к тому процессу, который происходит в компании. Для этого мы решили, естественно, знакомить их с системами контроля версии. Мы выбрали Git как одну из самых популярных систем и, естественно, для того, чтобы было проще, остановили свой выбор на GitHub. В данном… Да, но на самом деле у нас процесс построен немножко не так. Да, то есть в веб-студиях… Точнее, вот какой момент. На первом нашем продвинутом интенсиве, да, познакомив студентов с GitHub, мы им предложили самостоятельно создать свой репозиторий. Они с ним стали работать и добавляли туда своего наставника в качестве коллаборатора, который уже смотрел код и проверял его. Но в реале в веб-студиях немножко все происходит по-другому. Существуют организации, которые содержат все эти репозитории, и разработчики создают себе форк этого репозитория, работают в этом форке и отправляют full request в основной репозиторий. У нас возникла следующая проблема. То, что нам нужно было этот процесс, который существует в веб-студиях, адаптировать под наш процесс обучения у нас в академии. Каким образом мы это решили? Мы решили, что каждое задание, которое будет выполнять студент в рамках работы над своим проектом, он будет делать в отдельном бранче, как, в принципе, идет разработка в студиях над отдельными какими-то фичами. В процессе работы он отправляет коммиты и, завершив какой-то блок работ, формирует pull request своему наставнику. Наставник проверяет этот pull request, они общаются, исправляют ошибки. Если все хорошо, этот branch, этот pull request вливается в основной репозиторий, все счастливы. Возникла проблема. Для того, чтобы организовать этот процесс, для того, чтобы его контролировать, нам нужно создать репозиторий. Когда студентов на первом потоке было 20, в принципе, это можно сделать руками. Да, это займет большое количество времени, но это реально. Но с каждым потоком количество студентов увеличивалось, и нам необходимо было это автоматизировать. Для этого появилось два забавных персонажа у нас в Академии. Первый — это Kixabot. Это аккаунт на GitHub, от имени которого происходили все действия. Второй — это некто Гоша. Кто такой Гоша и почему он, собственно, Гоша? Это приложение, написанное на языке Go. Отсюда и пошло название Гоша. Который работает через API с GitHub. То есть он фактически, да, мы добились, решили эту задачу. Мы при помощи Гоши и Gixabot создаем автоматически, создаем репозитории в GitHub. Возникает другая проблема. У нас наставники должны иметь доступ к этому репозиторию. Причем в процессе выполнения, ну в самом начале особенно, да, студент может сначала выбрать одного наставника, а потом передумать, записаться к другому. На первом интенсиве нас в данном случае спас робот Сережа, который руками привязывал всех наставников, очень долго сидел и привязывал каждому репозиторию вот поштучно. Но так как у нас есть Гоша, мы научили делать его это автоматически. В данном случае, да, Гоша самостоятельно привязал все репозитории, и в случае изменения наставника он менял привязку. То есть нужный наставник имел доступ только к нужным репозиториям студентов. Хорошо, возникает другой момент. Нам, у нас есть задания, которые ставятся в академии. Есть репозиторий на GitHub. Эти две вещи нужно еще плотнее связать. То есть нам необходимо было Гошу научить работать с бранчами, научить работать с пулреквестами, чтобы мы могли синхронизировать работу в двух этих частях. Что, в принципе, какие здесь важные моменты. Большая сложность была найти нужный пулреквест, потому что студенты называют их абсолютно разным образом. Бранчи называют просто рандомным словом, особенно на первых этапах что-то типа тест или JS. Ну вот наставнику совершенно непонятно, что происходит в том или ином бранче, в том или ином пулреквесте. Соответственно, нам необходимо было ввести какие-то определенные правила. Именование бранчей, именование пулреквестов. С пулреквестами на самом деле мы поступили хитрее. Отправляя задания, у нас у каждого задания есть определенное название. Когда студент нажимает кнопочку «Я выполнил задание», наш робот Гоша находит нужный пулреквест и переименовывает его в название задания, которое использовалось в текущий момент. Наставник видит, что ему отправляет студент и точно знает, что ему нужно проверять. И мы можем отслеживать в гитхабе тоже, на каком этапе, кто какой студент находится и что идет, куда идет. Помимо этого, естественно, мы, когда наставник нажимает кнопочку «Все хорошо, задание принято», Гоша автоматически умеет мерджить пулреквест в основной репозитории. То есть таким образом мы синхронизировали две части и научили Гошу работать с ветками предложениями. Во многих компаниях над проектами работает несколько разработчиков. И зачастую возникают конфликты, возникают какие-то одновременные коммиты с разных разработчиков. Мы эту ситуацию имитировали. В рамках нашего интенсива Kixabot периодически отправляет что-то типа патчи или обновлений к студенту. Например, на продвинутом интенсиве у нас есть большой блок графики, которая нужна только на определенном этапе. Она не нужна студенту с самого начала. Наш Kixabot в нужном разделе отправляет графику студенту. Студент это все дело получает. И если возникают какие-то конфликты в его репозиторе, он их спокойно может разрешить при помощи своего наставника или самостоятельно. Помимо этого, в зависимости от того, какое направление разработки студент выбирает, он может использовать разные припроцессоры, мы ему разные конфигурации сборки проекта присылаем. По поводу сборки проекта. На самом деле у нас на базовом интенсиве вся работа происходила через FTP. То есть студент мог в любой момент загрузить на наш учебный FTP свой проект и посмотреть, как он выглядит в вебе. Такая же возможность нам нужна была и здесь. И для этого наш Kixabot воспользовался прекрасной возможностью GitHub, GitHub Pages, он автоматически собирал нужный pull request и выкладывал его на GitHub Pages. Причем он добавлял комментарий к pull request для того, чтобы удобно можно было посмотреть. Это даже вызывало определенный диалог между студентом и Kixabot. Студент писал Kexico, Kexico посмотри, Kexico собирал, но, к сожалению, пока отвечал только стандартными фразами, но я думаю, мы его рано или поздно научим общаться больше. В рамках базового интенсива, когда мы подходили уже к завершению, нам необходимо было проверять итоговые проекты. Чаще всего студенты абсолютно рандомно именовали свои архивы, которые они загружали к нам на сайт, и там структура папок была непонятна. То есть наставнику сначала требовалось время для того, чтобы разобраться, что там в этом проекте устроено. Что нам здесь можно сделать? Так как у нас весь код хранится в репозиториях, мы автоматически можем это дело получить и выгрузить нужному наставнику на проверку. Сама проверка состоит из двух этапов. Первый этап – это проверка личным наставником и допуск к защите. И второе – это проверка случайным наставником. Это уже итоговая оценка. В чем здесь плюс? Мы уходим от субъективности, потому что в рамках общения студента с наставником все равно возникает какая-то симпатия, дружеские отношения. И мы для того, чтобы этот момент отделить, передаем на проверку случайным наставникам. Проверка состоит из оценки по определенным критериям. Эти критерии мы долго разрабатывали, обсуждали с сообществом. И, в принципе, они считаются сейчас актуальными в данный момент. Для того, чтобы… Кстати, вот один из сертификатов, то есть как цель получения тоже в конце, после завершения проекта, получения итогового сертификата. Большинство критериев можно проверять автоматически. К сожалению, на текущий момент у нас пока все проверяется вручную. Это занимает очень большое время, очень много споров. Но многие критерии можно при помощи всевозможных парсеров, линтеров, анализаторов, дом-дерево действительно проверять автоматически. Это вот одна из частей, которую Гоша скоро научится делать. И мы это внедрим на наших интенсивах. Но, к сожалению, остается большой блок критериев, которые нельзя проверить автоматически. Здесь нужна все-таки субъективная оценка наставника. Например, да, вот такой критерий, как грубые ошибки в разметке. Вот мы считаем, действительно грубая ошибка использования двойных БРов для новой строки, для переноса, для создания нового абзаца. Для этого есть специальные теги П. Да, что-то в каком-то виде мы можем при помощи парсеров проверить, проанализировать, но это частный случай. Есть действительно грубые ошибки, которые мы проверить таким образом не можем. И для этого все-таки нужна работа наставника. В рамках проверки итогового проекта хочется рассказать вам об одной нашей секретной разработке, которая еще находится на этапе тестирования закрытого. И пока еще не увидела свет, ее увидела только часть нашей family, так называемой. Что это такое? Это автоматическая система проверки верстки. Каким образом она работает? Эта система разбивает отправленную верстку на блоки и сравнивает каждый блок с оригиналом. Для того, чтобы эта система работала, нам необходимо обязательно подготовить идеальную верстку данного проекта. Мы сравниваем по трем местам. Это разметка, сетка и оформление. Причем вплоть до начертания шрифтов мы можем проверять. Мы тоже не будем требовать стопроцентного попадания. Да, конечно, наверняка будут перфекционисты, но нам главное, вот в данном случае совпадение, там порядка тоже 90-95%, вот этого уже будет достаточно для защиты работы. Эту систему можно конфигурировать в зависимости от проекта. Она будет знать, где нужно, какие блоки посмотреть, как их проанализировать и какого совпадения добиться. По поводу печати сертификатов. Это как одна из завершающих частей нашего интенсива. И на первых интенсивах это была действительно большая проблема, когда Саша наш сидел и руками создавал каждый сертификат. Но ни для кого не секрет, что сейчас в сети большое количество всевозможных библиотек для создания PDF-версии сертификатов. И для этого мы, собственно, использовали определенные эти библиотеки. Сейчас студент может в любой момент нажать кнопочку «Сгенерировать мне сертификат» и получить его. После окончания интенсива у нас в организации скапливалось огромное количество кода, который необходимо было к следующему интенсиву убрать. Для того, чтобы студенты начинали все с нуля, у нас есть такая возможность, как пройти интенсив повторно. Они могут, в принципе, выбрать тот же самый проект. Но мы научили нашего Гошу очищать организацию. Он этим, на самом деле, очень опасен. Не дай бог он очистит не ту организацию. И поэтому тут будет всем плохо. Есть следующий момент. На самом деле это уже ближе как раз к менеджерству и к ведению. Это ведение наставников. Так как наставников у нас каждым месяцем и каждым потоком становится больше и больше, необходимо… Да, тем более наставники у нас работают не бесплатно. Они все получают за работу со своими студентами деньги. Необходимо было автоматизировать и эти процессы тоже. Какие-то уже, да, вещи мы реализовали, какие-то еще только в проектах, но мы работаем по этому направлению тоже. Что в первую очередь? Это учет рейтинга и эффективности студентов, эффективности наставников. Мы смотрим на количество интенсивов, в которых участвовал наставник. Мы смотрим на сколько студентов он себе берет и сколько студентов заканчивает интенсив успешно. Мы смотрим на то, как студенты оценивают наставника. Это на самом деле очень важный момент. Нам после каждого интенсива собираем большой блок отзывов. И были неприятные случаи, когда студенты не находили общего языка с наставником, когда возникали какие-то проблемы. И вот эти моменты необходимо анализировать, контролировать. То есть у нас даже были случаи, когда нам приходилось расставаться с наставниками, потому что он нас не устраивал по тем или иным параметрам. Собственно, объем информации большой. Студенты действительно заполняют большие отзывы, и мы эту всю информацию обрабатываем и прорабатываем. В зависимости от того, сколько студент работает с наставником, сколько консультаций они провели, мы можем варьировать заработную плату наставника, мы можем повышать ему в зависимости от рейтинга заработную плату. Это тоже все можно учитывать и автоматизировать. От интенсива-интенсива, так как наставники – это, в принципе, все работающие специалисты, они могут на одном интенсиве взять больше студентов, на другом меньше. И эти параметры мы тоже можем и будем собирать автоматически. То есть перед началом интенсива, для того, чтобы нам планировать поток студентов, мы будем автоматически опрашивать наставников, собирать с них нужную информацию и формировать количество мест на следующий поток. И хорошая на самом деле вещь мы ввели за практику – приглашать наших успешных студентов, особенно тех, кто закончил продвинутый интенсив, работать к нам наставниками. Для них это в первую очередь дополнительный заработок. И после того, как, закончив интенсив, они уже действительно погружаются в эту сферу, начинают работать, набираться опыта, они сами готовы делиться своими знаниями. То есть это для них действительно тоже положительный момент. В принципе, в чем преимущество веба и онлайн-обучения в целом? То, что очень много процессов проходит в интернете, проходит онлайн, и мы эти процессы можем в том или ином виде автоматизировать. Вот сейчас я вам постарался в целом описать, как наш процесс обучения происходит и какие вещи мы уже автоматизировали. Но на самом деле это не прекращается. Мы продолжаем работать. Есть какие-то вещи, которые мы делаем вручную, пока тратим на них много времени. Но так или иначе, мы планируем в каком-то виде их автоматизировать, улучшать, развивать. Спасибо за внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо. У нас есть блок курсов, которые можно на сайте действительно выполнять бесплатно онлайн. Но есть именно интенсивные курсы, они подразумевают собой платное обучение. И вот за счет этого платного обучения получают зарплату как раз... Наставники. А еще можно тогда вопрос, пожалуйста. Вы знаете, я знаю таких продуктов много в мире. Например, Кода Академия, так сказать, известна. И таких там, ну, 10, так сказать, можно назвать лидеров. Чем вы отличаетесь? Вот как вы себя видите здесь. Вот на самом деле, одним из ключевых факторов, по которым мы отличаемся, это то, что этот продукт разрабатывают, во-первых, специалисты, которые сами уже не первый год именно в веб-разработке и во фронт-энде. И постоянно находятся в актуальном сообществе. То есть все курсы у нас постоянно обрабатываются, улучшаются, совершенствуются. А второй важный момент, это на самом деле персональный наставник. Того, чего не хватает на многих онлайн-обучениях. Когда вот есть человек, которому можешь задать свой конкретный вопрос, который этот человек найдет к тебе индивидуальный подход и ответит на твои личные трудности. Вот это на самом деле самый главный даже фактор, который помогает студенту учиться эффективнее. Добро пожаловать. Давайте еще раз поблагодарим нашу сотруднюю. Спасибо.